Я тоже играю. Может быть, и на замене посижу. Чемпионы мира поприезжали. Бегут оба шалоси, прыгают как косули в бэйби фейс. Будем сырым мясом кормить перед игрой. Выбор действительно неожиданный. Да, да. Ну и тогда начнем, да. День добрый. Рубрика «Команда мечты» Dream Team. Соответственно, условный повод, важнейший матч через неделю. И тебе нужно собрать свою команду мечты. Единственное условие, точнее их два. Первое. Это должны быть футболисты, с кем когда-либо ты выходил на поле. И еще одно условие. Почему именно этот игрок и на эту позицию. То есть, как бы, задача вроде бы простая, а выбирать, я так понимаю, есть из кого. Ну да. Не очень-то она и простая будет, как кажется. Готов? Да, да, да. Ну давай для начала, по какой схеме играет твоя команда? На поле ли ты, или будешь за друзьями смотреть со стороны? Ну сейчас разберемся по составчику. Может быть, и на замене посижу. Играть будем 4-5-1, наверное. Так больше людей вместится, тех, кого я хочу поставить в свою команду. Ну и тогда начнем, да. На воротах, в принципе, выбор большой. По-хорошему надо ставить Лунина, да. Чувак в реале там играет. Но у меня будет команда не по мастерству, а по интересам. Даня Кучер, вратарь. Я с ним жил на сборах, но проводил достаточно много времени. Но это чистый представитель своего амплуа со своими загонами. Поэтому я думаю, что он идеально подходит под мою команду. Плюс хорошие вратарские способности у него есть. Защитников теперь, да. Ну тут, понятно, Лопаренок Макс, Мыша Кум. И Дружим довольно-таки хорошо. И плюс защитник центральный хороший. Второго центрального будет у нас играть Саша Сваток. Самая главная заслуга, по большому счету, Кум. Ну конечно, у нас же команда по интересам, они по мастерству. По блату хорошо. Да, да. А второго пускай будет Саша Сваток. Тоже давно его знаю. Хороший футболист. В сборную вызывался. У нас и сборники будут в моей команде, как оказалось. И он довольно-таки своеобразный паренек. Очень много шутит в раздевалке. Атмосфера должна быть в команде тоже хорошая. Будет за атмосферу тоже отвечать. В такой же системе будем устанавливать правого защитника. Это будет Дима Нагиев. Хороший парень. Ну, хороший человек, это же не профессия, правильно? И футболист хороший. Тоже очень хорошо с ним дружим. А где он сейчас? Потому что он, я знаю, были моменты, что вроде бы как должен был оказаться в команде, что-то не с Ростой. Где сейчас Дима играет? Ну, он сейчас с карантином находится дома. Но у него есть команда. В скором времени он это все расскажет, кому будет интересно. Поэтому я сейчас секреты рассказывать не буду. Слева, слева, слева. Кого мы поставим слева? Ну, Володя полевой. Я только его помню на свое время. Кто играл слева в защите всегда. Это опытнейший человек, не стареющий. Бэби фейс. Поэтому будет Володчик полевой. Это человек, который действительно и на поле, и за полем может и напихать, и пошутить. Ну, скажем так, очень авторитетный футболист, особенно здесь в команде. Какова все-таки его роль в взаимоотношениях твоих? И, в принципе, насколько этот человек, скажем так, дает импульс команде? Ну, у него роль старшего брата, мне кажется. Потому что он взрослый, он опытный. Он может подсказать, подрассказать, где-то подбодрить. Поэтому его роль очень важна в нашем коллективе. Может быть, тебе дать еще ключ от квартиры, где деньги лежат? Специфический юмор, насколько бывает так, что его сложно понять? Ну, скажем так, вообще у футболистов юмор специфический. Если ты общаешься или где-то шутишь в других кругах, скажем так, ну, не обычных людей, людей, кто занимается компьютерами, айтишники, там, любые не спортсмены, то тяжело понимать им этот юмор. Поэтому, ну, специфический юмор у всех у нас. Мы его понимаем с полуслова, поэтому с юмором у него все в порядке. Центр поля, наверное, от центра зависит. Если не все, то очень много. Ну, да. Вы там наверняка есть. Ну, тут определенно опорные положения. Это Юрчик Вакула. Мы с ним проводим очень много времени. Друг мой. Хороший партнер. Футболист тоже жесткий. Помню, когда были у нас игры, когда мы еще тогда играли во второй лиге с Днепром. Кусали друг друга неплохо. До сих пор еще вспоминаем эти игры. Поэтому такая хорошая собака в центре поля нам нужна. Левого поднападающего поднимем Крау. Ну, да. Мы уже в опорной зоне, мне кажется, не Камильфо играть. Мы, наверное, чуть повыше. Освободить его от этой черновой работы, пускай фантазирует там впереди. Ну, это мэтр, это понятно. Это легенда. Тут как бы и представлять не надо, и говорить о всех его характеристиках. Опять же, авторитет на поле. Да, да. Чтобы судьи не обижали. Конечно. Это человек, который не даст спокойно находиться на поле. Право полузащитника. Право полузащитника. Ну, пускай будет Леха Чичиков. У нас будет такая команда, не фантазистов, а работяг. Поэтому поставим Леху. Будет тарахтеть на бровочке туда-обратно. У него два сердца. 32 года бегает, шугарелый. Слева поставим Андрюху Близниченко. Во, как. Да, да. Это тоже хороший футболист со своим непростым характером. Ему надо найти подход. Но как человек, как друг и как футболист хороший парень. Думаю, что поможет он нам и на поле, и за пределами поля. Остается ли в поле в этой пятерке коут? Ну, наверное, остается. Потому что мне сейчас после тренировки не очень легко думать. Набегался. Поэтому оставлю себя в этой банде. Конечно, мне будет приятно поиграть с этими ребятами. Поэтому я тоже играю. Здравствуйте всем опять. Как вы уже поняли, охотимся на лося. Супря набрал сумасшедшую форму чемпион мира. Ну, у нас команда работяг, не чемпионов. Супря не подходит под мои характеристики, под характеристики моей команды. Кабаны могут быть. Кабанов нельзя. Лосей можно всяких. Поэтому я поставлю Тёму Долбика. Плюс-минус одинаковые футболисты. Бегут оба шелоси. Прыгают как косули. Не знаю. Тёма просто уже более-менее усовершенствованная версия. Поэтому выберу его. Мы с ним тоже общаемся хорошо. Поддерживаем отношения до сих пор. Он шел от команды. Там созваниваемся в Инстаграме, в Скайпе. Везде есть видеоконференции. Поэтому будет тоже приятно, если этот человек будет в моей сборной. Всё-таки будут нужны замены. Вот так, по-быстрому. Пять человек. Те, которые в любой момент выходят и меняют. Первый в обойме, потому что ещё по возрасту не подходит в состав, не дотягивает. Это Ванёк Литвиненко будет. Он первый уже, табличка стоит готова. Будет меня менять. У Вани будут какие-то претензии. Ничего. Я ему расскажу потом, почему он остался в запасе. Опять же нужен свой блогер. Человек, который расскажет, как играли. Не, ну да, да. Но он уже отошёл от этого. Мы пасы не торвили. Я, наоборот, мне нравилось, что он делает. Но это интересно. Надо развиваться. Не только одним футболом жить. Вдруг бы у него пошло. Вдруг он, как он, красава. Не футболом, так блогерством. Так. На заменку. Да, ещё четырех человек. Так, нам надо брата одного ставить. Пускай это будет Мирочка. Мирочка, перспективный, молодой. Ты веришь в него? Я в него верю, да. Так. Говорит мало, а работает много, да? Ну, как мало. Это он в пределах поля говорит мало. А так, в принципе, иногда можно что-то сказать. Но надо ему чуть подучиться в школе. С географией проблемки. Ну, я думаю, сейчас решит эту проблему. Есть, так? Два у нас, да, человека. А теперь три. Давайте возьмём Пикенти. Андерсон Пика. Легионерчика. Ничего себе. Да, будет выходить. У нас там была с ним один раз связка, когда он бросил аут, а я забил Карпатом. Ради этого уже можно его включать в свою сборную. Это просмог, да. Да, и как человек очень позитивный. Не знаю, не видел таких позитивных людей. За мисс 2-0, Карпати отримают 1-1. Дніпро классно разыграл цей момент. Когут сравнивает рахунок сегодняшнего матча. То есть цей стандарт за выполнение пика, это вкидание куда-то небезопаснее, небезопаснее, чем много штрафных и котовых. Вернулся сюда Когут и поцелил в ворот. Когда он появился в Дніпре, у него специфические габариты. Ну да. Какая была реакция, о чем говорили? Да, ну я не знаю. Когда же он появился, я еще в U19 даже играл. А потом, когда уже мы стали с ним в одной команде, ну не знаю, ну да, у него такое телосложение крупное, но это ему не мешало бежать назад. Он тяжелее бежал, чем вперед. Ну вперед пер нормально, плюс удар хороший, техника, поэтому... Крутого делать, да? Да, 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 интересно. Ну выбор, выбор действительно неожиданный. Вот, я еще вспомнил двоих, сразу два будет. Это Вовчик Адамюк и Александр Влад. Это связочка, один румын, другой украинец западный. Поэтому эту связочку надо тоже вернуть. Выражаясь твоими терминами, у тебя собрался неплохой зверинец, да? Ну да, да, да. Такая команда в хорошем смысле зверей на футбольном поле. Да, будем сырым мясом кормить перед игрой и выходить топтать всех. Кто будет руководить всем этим коллективом? Всем этим коллективом, да. Кто сможет справиться с этим? Блин, ну тренер как-то, да, это банально. Это я батю тогда поставлю своего. Я думаю, что он сможет справиться с этим всем коллективом. Не футбольными, так жизненными способами угомонить эту и поставить на нужный лад. Характер, да, сказал, как отрезан. Ну да, грубо говоря, он меня воспитал и сделал из него футболиста. Как бы если бы не он, то вряд ли я добился того, чего сейчас имею. Я знаю такую историю, когда мы играли, если я не ошибаюсь, с шахтером или с металлистом, то на вип-трибуны некоторые наши гости в очень веселом состоянии позволили себе оскорбительные кричалки или слова в адрес команды и тогда именно твой отец определенным действием успокоил взорвавшихся, да, таких нахалов, как он сказал. Здесь, в моем городе, так говорить никто не будет. Правда ли это? Потому что эта история в определенных кругах все-таки всплывала. Ну не знаю, правда это или нет, я не спрашивал, мне не рассказывал, но он за справедливость, поэтому я думаю, если... Но мог? Ну, как любой человек, уважающий себя, конечно, мог. Почему нет? Я бы не поступил на его месте так же само. Я думаю, любой другой, кто себя уважает, поступил бы так же само. Это ж неправильное поведение, еще и в гостях находиться, должно пресекаться. Если человек не понимает словесно, наверное, надо как-то его остудить пыл. Команда себя в обиду не даст, а если все-таки спроецировать на футбольную составляющую, чего мог бы достичь этот коллектив, ну допустим, в нынешней украинской премьер-лиге? Ну, я не буду говорить, как эти все чемпионы мира приезжали с чемпионата и говорят, что мы третий, мы в тройке будем за бронзу бороться. Чемпионы. Нет, такого не будет. Не знаю, за шестерку поборемся точно, но могу сказать одно, что эту команду любили все болельщики, это точно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры подогнал «Симон»